С нами на связи Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы слышите нас? Забыл микрофон включить, я вас слышу хорошо. Здравствуйте. Мы можем поздороваться с вами. Появилась информация, что украинские вооруженные силы вернули контроль над населенным пунктом Снегиревка в Николаевской области. Есть видео с подъемом флага. Глава Офиса Президента тоже намекнула. Тяжелые бои за населенный пункт продолжались несколько дней. Могли бы вы прокомментировать? Так, давайте я с другой стороны зайдем. Мы сейчас готовимся для того, чтобы восстановить полноценную жизнедеятельность и власть в населенном пункте Снегиревка. Пропала связь? Мы вас слышим. Мы вас слышим очень хорошо. На данный момент готовятся 3000 комплектов, которые у нас есть, гуманитарной помощи, восстановление медицины, которая была там по запросам, полиция, все органы местного самоуправления, выдача пенсии и так далее и тому подобное. Я могу на данный момент сказать, что мы готовимся и ждем команды от военных, когда мы можем восстанавливать наш город, который свеже деоккупирован. Ранее вы сообщали, что сразу после деоккупации будет назначена военная администрация. Вот этот город, напомним, оккупанты планировали присоединить к так называемой Херсонской народной республике. Мы подали человека для того, чтобы он мог иметь полномочия на местах. Он и так сейчас уже там работает по восстановлению и подготовке к восстановлению этого населенного пункта. В принципе, это касается всех населенных пунктов Николаевской области, которые будут деоккупированы. Подход будет один. Восстановление срочной критической инфраструктуры, деньги, пенсии людям, которые там страдали 8 месяцев, обеспечение основными едой, одеждой, ресурсами для того, чтобы можно было встретить втопительный сезон, медицина, безопасность, правоохранитель. Если русские говорят, что что-то, то значит сделают наоборот. Вот примерно такое сообщение появилось вчера от вашего имени в телеграм-канале Николаевской. Вы имели в виду отход оккупантов из Херсона? Нет, имеется в виду то, что они говорили. Давайте так, да, оставим это в таком ключе. Я вообще, знаете, у русских все делается через попу, кроме клизмы. Скажите, корректировщика, который наводил российские ракеты по заданию управления избу в Николаеве, суд арестовал без возможности внесения залога. Сколько таких диверсантов уже поймали в Николаеве? Какое, по-вашему, должно быть наказание за такие преступления в условиях военного времени? Скажем так, меру пресечения и наказания будет определять суд, потому что степень у всех разная есть вины. Кто-то сообщает информацию, а кто-то сообщает информацию, которая повлекла за собой ранение или гибель людей. Мое мнение, что за такие вещи надо давать самое строгое наказание, которое у нас предусмотрено по закону. Вот уничтожение иранских шахедов-мопедов в небе над Николаевской областью. Как охотятся за дронами и какие успехи? Успехи в том, что они в последнее время нас облетают. Несколько дней назад силами нацгвардии тоже был сбит очередной этот мопед. Сейчас тоже вроде какие-то данные есть, но не буду говорить, не подтверждено. В принципе, у нас дополнительно к вооруженным силам, в принципе, перекрыли здесь все достаточно, недостаточно, отлично перекрыли. Но в дополнение к ним у нас есть мобильные бригады, которые перекрывают точки, которые пытаются эти дроны облетать. Мы усложняем им жизнь по полной программе. Как Николаев и область готовятся к блэкауту? Сколько специальных пунктов обогрева для жителей будет создано? 700. Не будет, а уже создано. Мы их комплектуем сейчас для того, чтобы они были независимые. Задача сложная, но мы постепенно к этому идем. Но к блэкауту мы готовимся, но, в принципе, основа, вы же видите, что они отходят. Мы защищаем наши объекты критической инфраструктурой, для того, чтобы блэкаута этого не было. Но при этом 700 пунктов мы развернули и сейчас их комплектуем. А что там есть в этом пункте? Что там будет? Не разные. От больших до маленьких. Там, грубо говоря, буржуйка, дизель-генератор, питание на запас воды, еды, тёплых вещей, матрасы и тому подобное. Мы комплектуем сейчас их все. По состоянию на 9 ноября, с начала российского вторжения, в Николаевской области повреждено частично или полностью 13 235 гражданских объектов. Большинство из них – это жилые дома. Какой ущерб нанесли вражеские обстрелы вашему региону? Ну, к сожалению, на этот вопрос можно ответить только большой ущерб. Потому что подсчитать это сейчас невозможно и нецелесообразно, потому что обстрелы продолжаются. У нас было, скажем так, попаданий было там 17 тысяч. Но когда мы наложили объекты адреса на адреса и исключили, когда 2-3 раза, 4 бывало случаи, в один и тот же объект попадают, у нас получилось 13 тысяч объектов. То есть ситуация постоянно меняется, постоянно совместно с городскими властями, с мэром, командой, ликвидируются последствия в области и в городе. Поэтому ущерб большой, мы все актируем, после нашей победы будем детализироваться. Российские войска ведь не прекращают обстреливать Николаев, накануне атаковали один из районов города. Какие там последствия? Один раненый человек был легким осколками стекла и повреждены были машины, имущество частное. Они по пекарне, по хлебзаводу били, не знаю зачем хлебом мешает. Разрушение есть, имущество пострадало, все живы, кроме здоровой, скажем так. Есть информация, что МАГАТЭ провело инспекцию на Южно-Украинской атомной электростанции в поисках составляющей грязной бомбы, о которой сообщал РФ. Какие результаты этой проверки? Если честно, я первый раз об этом слышу и думаю, что это полная ерунда. Но если проверили, так проверили. Я не понимаю, что такое грязная бомба и зачем ей быть на Южно-Украинской АЭС, если это атомная станция, которая электричество производит. Ну, как обычно озвучивают, да, о том, что грязную бомбу могут создать из отходов жизнедеятельности, скажем так, атомной станции. Вот поэтому именно инспекторы проверяют это на украинских объектах. Насколько я знаю, нигде ничего не обнаружили. Это очередная российская утка. Да, я, честно, сложно представляю армию, которая сейчас у нас есть, да, которая укомплектована, которая профессиональная, чтобы занималась террористическими какими-то там выборками, как делают россияне. Нам это не надо, не интересно. И, в принципе, мы вообще на разных уровнях находимся сейчас с русскими. Ну, конечно, они все воспитывают боевых комаров. Спасибо вам большое за комментарии, за ваш рассказ об оперативной обстановке в регионе. Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации, был с нами на связи. Спасибо. Всего доброго.